Всем привет! Я к вам с моими пустыми баночками месяца. Их накопилось немного, но все же, давайте же приступать. Первое это вот такой вот шампунь Shaoma Schwarzkopf, который нам заменил Head & Shoulders, который убирал перхоть. Если я люблю экспериментировать разными шампунями, время от времени она появляется. Плюс моим мужчинам дома тоже очень понравилось, действительно очень хорошо работает против лупы. Присмотритесь, кто тоже долгое время был на Клир или на Head & Shoulders. Это такая альтернатива. А далее у меня закончился от Dolce Verde, теперь один из моих любимых брендов. Крем мыла для рук с молочным протеином Candy, то есть сладости. Он был фиолетовым, здесь уже другое мыло. Перелита тоже от Dolce Verde, был вот такой консистенцией, в принципе, как и это мыло. Имел хороший аромат. Имела это мыло большой объем, надолго хватает, 500 мл. Для нас это очень важно, потому что мыло у нас просто улетает. Она лита здесь желтенькая, тоже от Dolce Verde. Грушевый тар, от Arte Ten, аромат безумно приятный. Сейчас на осень такой сладенькой груши. Бюджетно стоит, по акции на мейкапе вот такие тетра-покеты можно взять за 25 гривен. Как у нас улетает неделю-полторы одно мыло. Я беру несколько штук сразу вот таких вот. Показывала вам на мейкапе, заказывала от L'Apétit Marseille, мицеллярный гель для душа. Соком алоэ и цветком апельсинового дерева. Приятно пах, не сушил кожу, большой объем. Аромат прям супер свежий. Нам безумно понравилось. Это новая линейка, могу порекомендовать. По-моему, она новая. От L'Apétit Marseille. Также закончилась от Garnier мицеллярная вода. Нашла абсолютно точно такую же по действию более бюджетную мицеллярную воду. Тоже 400 мл. От Evaline. Тоже розовая упаковка. Работают одинаково. Evaline стоит бюджетней. Поэтому эту больше повторять не буду. И мне сейчас со временем кажется, что это больше сушит кожу. Evaline сушит кожу меньше. Ну, не точно, но работают как для снятия макияжа абсолютно одинаково. Средство, которое мне понравилось по аромату, консистенции. Вот эта вот стеклянная упаковка. Это гений увлажнения от L'Oréal Poly Riche соком алоэ. Он мне попадался в коробочке бьюти бокс от Евы. Но здесь был нюанс. Он ишел для нормальной жирной кожи. Мне казалось, будет хватать увлажнения для лета. Но нет. Мне не хватало увлажнения от этого вещи. Наносила больше перед макияжем. Больше повторять не буду. У меня сухая кожа. Мне нужно более что-то питательное, более увлажняющее. Но, я думаю, обладатель жирной кожи, особенно на лето, будет просто шикарно. Вот такая вот упаковочка на туалетном столике. Закончился обалденный тоник для лица. Увлажняющий. Вот вид эксалоэ. Бюджетный. Здесь 150 мл. Хорошо увлажнял кожу. Конечно, у меня сейчас блютерм. Он намного лучше. Но для лета этот тоже был вполне себе неплохим. Дальше закончилась парочка, которую все, думаю, услышали. ЦП Ван. Не знаю, как правильно называется фирма. Или это фирма ЦП Ван. Но сами продукты меня не впечатлили. Здесь было по 100 мл. Хорошо, что есть такие упаковки. Можно попробовать, не переплачивать за полную упаковку. Я думала, буду снимать вам за ЦП Ван прям все, весь обзор. Но нет. Неплохо промывали. Волосы действительно очень неплохо с ними выглядели. Но мне не хватало от этой парочки увлажнения. Мне нужно было еще. Поэтому, ну такое. Не скажу, что вызвало раздражение или что-то такое. Но не вижу смысла платить за шампунь и кондиционер, которые не дают вам эффекта. Вот такую вот цену. У меня есть линейка от Oxygen, которые, если сравнить цена, даже работают в разы лучше. Брала я вот эти два продукта из-за вот таких вот филлеров от Lador. По-моему, это тоже будет Lador, но не буду утверждать. Так вот, эти филлеры рекомендую абсолютно всем. Я вам говорила, так и не купила. Жду акцию 10 штук, чтобы пройти всю, как бы, курс. Одну вот такой ампулки, по-моему, на любую длину волос хватит. Разбавляем ампулку один к одному с водой. Получаем такую супер густую маску. Наносим на час на волосы. И всю неделю волосы будут легко расчесываться. Они будут супер блестящими, супер ухоженными. Если особенно вам где-то нужно на выход, очень рекомендую вот эти продукты. Я буду однозначно вот эти филлеры повторять, и повторять, и повторять. Моё разочарование от Фаберлик уже допользовалась, могу сказать точно. Смягчающая маска с провитамином В5. Пахло приятно. Такая интересная консистенция. Но на моей коже практически никак не работало. Абсолютно не стоит своих денег. Не берите. Я брала по акции, то, если честно, за эту конкретно масочку я жалею. Мне не понравилось. Напишите. Возможно, кто-то с вас спробовал, у вас она работала хорошо. Будет очень интересно почитать. Потому что для меня абсолютно бесполезный продукт. Что не могу сказать о серии Гартерик от Фаберлик. В такой красивой стеклянной баночке с таким хорошим дозатором. Крем вокруг глаз, который супер питает кожу. Да, он идёт 40+, но нужно смотреть по состоянию кожи, которая у вас есть. И по этим параметрам брать себе кремик. И вот этот я рекомендую. Даже в 30+, он хорошо увлажняет и питает кожу вокруг глаз. Уже далеко не моя первая баночка. Я однозначно буду повторять ещё. Неоднозначное у меня мнение о вот такой вот сыворотке антистресс. Конечно, суперинтересная упаковка с пипеткой. Здесь нажимаете в упаковке, набирается на носе. Я уже пользовалась сыворотками, которые действительно работали прям в вау. Та же от Пролексир от Фаберлик вау эффект. Сейчас хочу взять из миндальной кислотой бленды тоже вау. А здесь такое 50 на 50. Вау эффекта не было, но выравнивание кожи и такой минимальный эффект, да? Если прям по распродаже, то да. Но чтобы заплатить за неё полную стоимость, я бы сказала нет. Дальше закончился у чистой линии вот такой вот насыщенный увлажняющий крем. Использовала для рук, слишком лёгкий даже для рук. Даёт очень слабое увлажнение. Это кремы, я обожала чистой линии, много лет их брала, но это кремы для молодой кожи, для лёгкого увлажнения, прям для супер молодой кожи. Я бы сказала даже для жирной больше. И закончились три продукта декоративной косметики. Обожаю от Ревлуи вот такую базу под тени. Действительно суперски держит. Все тени, тени на ней не скатываются. Но здесь супер малюсенькая упаковка. По стоимости очень дорого получается. Такой упаковки мне хватает на месяц, но работает 100% на 5+. С плюсом, если не пробовали, попробуйте. Обожала от... Так, кто это? По-моему, это Мальва, да. Маркер для глаз и с кисточкой. Поэтому даже сейчас, спустя где-то 2 года, он не засох, но уже просто так постоял правильно. Поэтому хорошо рисует. Легко нарисовать стрелку за счёт щётки. Не засыхает за счёт неё. Отличные разноцветные стрелки для лета. Присмотритесь. При этом стоит бюджетно. Не знаю, выпускают или нет. И неплохие были тени на... Жидкие для глаз. Тоже от Мальва. Такая красивая упаковка, я бы сказала. Вот такой вот цвет был. Ну, уже тоже, как вы видите, рассловились. Уже заканчивается. Поэтому идут в мусорку. Но вполне себе неплохой продукт. Есть разные, более носибельные оттенки. Тоже стоит присмотреться. Вообще, у Мальвы есть прям супер достойные продукты. Вот такие пустые баночки у меня были. Если понравилось вас, пальчик вверх. Подписывайтесь. Всем пока-пока. А мы увидимся уже очень скоро.